Грядет ли век Антихриста, мучений, Вознесения и Тысячелетнего Царства? Часть первая Пол Че Джонг Внимайте в Слову Божьего Откровения. Откровение, глава первая, стихи первой, двадцатой. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем. Ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в оси, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Эй, аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по перстням, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халку Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой». И был мертв, и сия, жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Толкование. Стих первый. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Книга Откровения была написана апостолом Иоанном, который записал Откровение Иисуса Христа, услышанное им во время пребывания на острове Патмос в Эгейском море, куда Иоанн был сослан в последние годы правления римского императора Домициана, приблизительно 95-й год нашей эры. Иоанн был сослан на остров Патмос за то, что он проповедовал Слово Божье и за то, что он нес свидетельство Иисуса Христа. И на этом острове Иоанн увидел Царство Божье, показанное Иисусом Христом по наитию Святого Духа и Его ангелов. Что означает Откровение Иисуса Христа? Оно означает, что Откровением Иисуса Христа Бог пожелал открыть нам через Своего представителя Иоанна, что случится с этим миром и Царством Небесным в будущем. Кем является Иисус по Своей сущности? Он есть Создатель, созидающий Бог и Спаситель, Который освободил человечество от грехов мира. Иисус Христос – Бог грядущего нового Царства, Который открывает нам тайну нового мира и Который является представителем Бога Отца. Благодаря слову Откровения, записанному Иоанном, мы можем видеть, как Иисус поступит со Старым миром и откроет новый. Стих 2. Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Иоанн мог свидетельствовать Слово Истины, потому что он увидел, как Иисус Христос, будучи представителем Бога Отца, поступит в будущем. Иоанн реально увидел и услышал, что будет исполнено Иисусом Христом, и посему он мог свидетельствовать обо всём этом. Стих 3. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нём, ибо время близко. Здесь сказано, что благословенны те, кто читают и слушают Слово Божье, которое свидетельствовал Иоанн. Так кто же благословен? Прежде всего, те верующие, которые стали народом Божьим, будучи освобождёнными от своих грехов по вере в Божье Слово. Только святые могут быть благословенны, потому что они читают, слушают и соблюдают свидетельства Божьего Слова, записанные Иоанном и грядущие Иисусом Христом. Те, кто подобным образом стали праведниками в Боге, обречут благословение Царства Небесного, внимая Слову Божьему и сохраняя веру в Него. Если бы Бог не открыл нам через Иоанна тайну того, что произойдёт с этим миром, а также Царства Небесного, то как иначе святые могли бы узнать о нём? Разве смогли бы они получить благословение, если бы заранее не знали и не верили во всё то, что произойдёт на земле и в Царстве Небесном? Я благодарю и славлю Бога за то, что через Иоанна Он показал нам всё то, что ожидает эту землю и небеса. В настоящее время воистину благословенны те, кто собственными глазами могут видеть и прочитать слово откровения Иисуса Христа, данное Ему Богом. Стих четвёртый. Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядёт, и от семи духов, находящихся перед престолом его. Здесь Иоанн говорит о том, что он посылает своё письмо семи церквам в Азии. Записав пророчества и откровения, данные ему Богом во время ссылки на острове Патмос, Иоанн послал их как семи церквам Азии, так и всем остальным церквам Божьим во всём мире. Стих пятый. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей. Почему Иоанн называет Иисуса Христа свидетелем верным? Наш Господь пришёл в этот мир и был крещён Иоанном Крестителем, чтобы освободить всех тех, кто погряз в грехе и был обречён на гибель. Своим крещением Иисус уничтожил все грехи мира сразу, пролил кровь на кресте, оплатив грехи своей собственной жизнью, и через три дня воскрес из мёртвых, всё для того, чтобы очистить верующих от их грехов и даровать им спасение. А поскольку никто иной, как сам Иисус, освободил всех грешников мира от их грехов, Он и является живым свидетелем этого спасения. Называя Иисуса первенцем из мёртвых, Иоанн тем самым говорит нам, что Христос, придя в этот мир и исполнив требования закона, то есть понеся возмездие за грех, стал первым, кто, уничтожив своим крещением все грехи и приняв смерть на кресте, восстал из мёртвых. А так как Христос возлюбил нас и омыл нас от грехов наших кровью Своею, то Бог сделал свободными от грехов тех, кто верует в Евангелие воды и духа. Стих шестой. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь. Будучи посланником Бога Отца, Иисус пришёл в этот мир во плоти и спас всех грешников своим крещением и кровью на кресте. Этим актом милосердия Христос очистил и сделал нас Его народом и священниками Ему. Слава и благодарение отныне и во веки веков Отцу, Который не спасал нам свою чудесную благодать. Слава и благодарение Сыну, Который есть Его посланник и наш Спаситель. Целью Христового воплощения было соделать нас священниками Отцу в Царстве Божьем. Другими словами, мы были соделаны царями Царства Небесного, в котором мы будем жить вечно рядом с Богом. Стих седьмой. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Эй, аминь! Здесь сказано о том, что Христос придет с облаками, и я безоговорочно верю в это. Это не научная фантастика, это пророчество о том, что Иисус Христос действительно сойдет на землю из Царства Небесного. Здесь также говорится о том, что его увидят даже те, которые пронзили его. О ком это идет речь? Это говорится о тех, которые восприняли слово воды и духа всего лишь как одну из многочисленных религиозных доктрин, существующих в этом мире. И это несмотря на то, что слово обладает властью спасать этих людей. Когда Христос вернется, те, которые пронзили его своим неверием, безусловно, огорчатся. Они опечалятся и возрыдают, потому что пока они осознают, что Евангелие воды и духа действительно является Евангелием искупления и освобождения от грехов, и пока они уверуют в то, что Иисус был крещен Иоанном, чтобы уничтожить все грехи мира, будет уже поздно. Стих восьмой. Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Слова альфа и омега означают, что наш Господь является Богом, от Которого берут начало и Которым заканчиваются как история Вселенной, так и история человечества. Господь вернется, чтобы вознаградить праведников и предать суду грешников. Он всемогущий Бог, который будет судить грехи людей и вознаграждать за праведность тех, кто верит в его правду. Стихи девятый и десятый. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Словом брат называют друг друга собратья по вере. В рожденной свыше Божьей церкви люди, которые стали единой семьей по вере, в Евангелии воды и духа называют друг друга братьями и сестрами. И право называться так дано нам благодаря нашей вере в Евангелии воды и духа. День Господень означает день, когда Иисус воскрес из мертвых. Именно поэтому мы называем этот день воскресеньем. Этот день знаменует собой конец эры закона и начало новой эры, эры спасения. Кроме того, своим воскресеньем наш Господь сказал нам, что его царство находится не на этой земле, не от мира сего. Стих одиннадцатый, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну и в Пергам и в Феатиру и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию. Иоанн записал все, что он увидел благодаря откровению Иисуса Христа и записи свои в виде писем разослал семи церквам в Азии. Это говорит нам о том, что Бог говорит с церковью через своих слуг, которые находятся среди нас. Стих двенадцатый Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, поскольку во времена апостолов Божье писание было еще неполным, существовала необходимость являть апостолом знаки и видения. Когда Иоанн обернулся, услышав голос Бога, он увидел семь золотых светильников. Здесь светильники символизируют церкви Бога, то есть группы собрания святых, которые веруют в откровение Евангелия воды и духа. Бог был Господом семи церквей в Азии, и он был и есть пастырем, который заботится обо всех святых. Стих тринадцатый и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Говоря о подобном сыну человеческому, который был посреди семи светильников, Павел имеет в виду Иисуса Христа. Будучи пастырем праведников, Иисус посещает и разговаривает с теми, кто верует в слово истины, его крещения и распятия. Описание о деянии Христа, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, дает нам понимание того, каким высоким статусом обладал наш Господь как представитель Бога Отца. Стих 14 Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Наш Господь абсолютно свят и велик. Слова «очи его», как пламень огненный, означают, что он, будучи всемогущим Богом, есть высший судья всего сущего. Стих 15 И ноги его подобны Халка Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Кем по нашему мнению является Иисус? Праведники верят, что Он есть абсолютный и совершенный Бог. Наш Господь всесилен и лишён слабостей и недостатков. Но прожив в этом мире, Он познал наши слабости и недостатки. Поэтому Господь имеет чёткое представление о тех условиях и обстоятельствах, в которых мы живём, что позволяет Ему оказать нам наилучшую помощь и поддержку. Голос Его, звучащий, как шум многих вод, говорит нам, насколько свят и могущ наш Господь. В нашем Господе нет даже намёка на какое-либо несовершенство или недостаток. Он преисполнен только Его святостью, любовью и величием. Стих шестнадцатый. Он держал в деснице своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей. Слова «Он держал в деснице своей семь звёзд» означают, что Господь является покровителем Божьих церквей. Острый с обеих сторон меч, исходящий из Его уст, является символом того, что Иисус есть всемогущий Бог, который действует властным словом и силой Бога, как солнце, сияющее в силе своей. Господь наш есть Бог Слова и Вседержитель. Стих семнадцатый. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. Этот стих показывает нам, насколько мы слабы и немощны пред святостью Бога. Наш Господь всегда всесилен и совершенен, и по отношению к своим слугам Он может быть как другом, так и безжалостным судьёй. Стих восемнадцатый. «И живой, и был мёртв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Наш Господь живёт вечно, и будучи представителем Бога Отца, Он наделён всей полнотой власти Царства Небесного, являясь как спасителем человечества, так и Его судьёй. Он есть Бог, который имеет власть над жизнью и смертью. Стих девятнадцатый. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет, после сего. Слуги Божьи должны свидетельствовать о замысле Божьем и о Его деяниях как настоящих, так и грядущих. Вот почему Господь наказал Иоанну проповедовать то, что Он открыл ему. Господь наказал Иоанну проповедовать веру Божьей Церкви, веру, благодаря которой достигается жизнь вечная. Он также поручил ему свидетельствовать о том, что произойдет в будущем. Таким образом, через Иоанна Бог заповедовал то же самое и нам, людям нынешнего поколения. Стих двадцатый. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд, суть ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. В чем же заключается тайна семи звезд? Она заключается в том, что Бог возводил его царство, используя нас, его народ, в качестве его слуг. Золотые светильники символизируют Божьи церкви, возведенные благодаря праведникам, которые веруют в Евангелие воды и духа, дарованное Богом человечеству. Через своих слуг и свои церкви Бог показал верующим, в чем заключается его замысел и что ждет этот мир в будущем. Благодаря слову откровения, которое он открыл и наказал записать Иоанну, мы также очень скоро увидим своими собственными глазами деяния Божьи. Я славлю и благодарю Бога за его божественное провидение, которое открыло нам все, что произойдет с этим миром в будущем. Субтитры